Привет, с вами Дмитрий, канал 220 кВт. Сегодня у меня на ремонте вот такой DVD привод, лыжа и дышный интерфейс. Косяк в нём в том, что лоток не выдвигает. И когда пытались его открыть, всё пошкряпали, поколупали, лоток открывается с трудом. Так, будем его разбирать. Значит, скручиваем четыре болтика здесь, здесь и здесь. Далее вот эта крышка у нас здесь замок стоит, вся эта канитель разбирается. Сейчас разберём дальше, короче. Снял я нижнюю крышку, тут мы видим с горстки пыли. Это, в принципе, как бы ожидаемо было. Так что вот елки-палки фокус, короче, мозги делает. Видео снимаем живое, то бишь без штатива. Вот такая у нас канитель. Терможвачка осталась на нижней крышке. Термопрокладки, короче. Приступаем к дальнейшей разборке и чистке привода. Основной косяк, как я говорил, у нас заключается в кинематике. Так, поэтому нам необходимо ещё открыть деку дисковую. Для этого отключим шлейф питания и датчиков сервопривода лотка. И подадим напрямую на моторчик 5 вольт, чтобы открыть деку. Так, вот открыли мы деку. Шлейф у нас отсоединён. Подавал напрямую на моторчик с блока питания 7 вольт. 7,2 вольта. Открыл деку. Здесь мы видим тоже кучу пыли. Покуцуная крышка. Но крышка, в принципе, это несерьёзно. Вернее, она как бы не сильно лимитирует. Но что-то там с кинематикой, короче, какой-то косяк есть. Сейчас будем дальше разбирать, смотреть. Так, ну и чё мы тут видим? Здесь мы видим очень кучу-кучу большую пыли. Лазерная головка тоже, скорее всего, под пылью. Придётся её чистить нам грушей. Сжатым потоком сжатого воздуха из груши. Ну и, естественно, кинематику сейчас всё перебирать, чистить надо. Ладно, продолжаем чистку от пыли. Лазерную головку чистим ватной палочкой. Чистой, сухой ватной палочкой. Круговыми движениями. Саму линзочку. Вот таким макаром. Далее берём такую вот грушу с клапаном. И этой грушей продуваем под линзой оптику. Так, вот я почистил всё это хозяйство от пыли. Теперь будем смазывать сейчас смазкой PMS-400 или PMS-200 смазать валы, оси. И, естественно, здесь на головке. Ну, на самой головке. Оси, по которым бегает блок. Лазерный блок. Пасек тоже помыли. Конечно, хорошо бы его заменить, но заменить нечем. Поэтому натрем его канифолью мелко дроблёный. Ну и всё. Так, ну вот, после чистки, смазки всего этого хозяйства пасек я натер, как говорил, канифолью. Только я взял жидкую канифоль на основе LTE-120. Натер. Просушил. Он теперь стал более эластичным. Более таким липковатым. Вот. Всю эту конструкцию почистили, смазали тяги. Ну, теперь соберём, посмотрим, что у нас получится. В итоге я ещё разобрал, почистил вот этот датчик из двух концевиков. Это датчик положения каретки или лотка. Разбирается он легко. На трёх пластмассовых защёлках. Чистится тоже легко. Бензином-калошей. Вот. И, в принципе, собирается тоже так же легко. Ну, естественно, подогнул немножко контактные группы, чтобы они были более-таки пожёстче. и потом всё это хозяйство собирается и устанавливается платка с мотором обратно в исходное состояние. Здесь вот, вот здесь вот немножко я пропаял шлейф дополнительно, на всякий случай, так как пайка мне показалась не очень качественной. Ну, и в итоге собрал. Далее пасек. Сам пасек я намазал эпоксидкой. Без отвердителей, естественно, просто самой эпоксидкой, так как она обладает хорошей вязкостью и очень липкая. Либо можно демпфером намазать, который применяется в кассетных магнитофонах для открытия деки кассетной. Ну, как-то так. Далее всё это хозяйство собираем, смазываем здесь тоже полозье, по которым ходит каретка ПМС-1000 с маской силиконовой. И собираем привод в исходное состояние. Вот у нас получилось, видно следы эпоксидки. Она довольно-таки вязкая, довольно-таки хорошая. Ну, и вот что получилось. Вот, короче, результат. Привод работает. Нажимаем на кнопку. Он нормально выплёвывается. Засовывается. Всем спасибо. Пока.